Начинаем сегодняшний мастер-класс. Сегодняшний мастер-класс посвящен анализу карточек пациентов, разбору конкретных клинических случаев по результатам записи на Ведапульсе. В начале вебинара поставьте по 10-бальной шкале, как вы нас слышите. Ждем ваших ответов в чат. Before we start, would you be so kind, please, to type on chat, is the sound well? For example, you may use 10-pointed scale, or just put a plus if your sound is good enough. Okay, thank you. Thank you, Jeffrey. Okay. I hope Satomi also hears well. Okay, thank you, Satomi. So, we are ready to start. Итак, приступаем к нашему разбору. Первым хочу я рассказать о мужчине, 59 лет. Его рост составляет 164 см, вес 78 кг. Он бывший спортсмен, кандидат в мастера спорта по борьбе. В настоящее время занимается тренерской работой. So, our first real case, what we are going to examine today, is a male patient. His age is 59 years old, and his height also 164 cm, and his weight is 78 kg. He is ex-спортсмен. He used to be a sportsman, a candidate in Masters of Sport and Catch style, and currently he is out of big sport, and he is a coach. This patient claimed to be a patient. His goal of visiting a doctor is following, to get recommendations on health and physical fit improvement, because he used to have some painful feelings in the heart of the area previously, but now he doesn't have any complaints, by the way, but anyway he wants to improve his fit. Мы обращаем внимание на кардиоинтервалографии, что при записи нам пришлось удалять множество интервалов. И вот эти красные зоны, что вы видите, это все были экстрасистолы. Please, look at his кардиоинтервалogram. Here we may see quite enough of artifacts. I'd like to remind you that we call artifacts zones that have to be edited. So, a lot of artifacts were edited, and we cut a lot of them out of processing. Также вы видите на кардиоинтервалограмме желтые значения. Желтые части – это зоны дыхательной аритмии. И обратите внимание на возраст пациента. Для 59 лет такое состояние абсолютно не должно быть характерно. By the way, you may see here not only red zones that are edited artifacts, but also yellow zones. These zones represent us breathing arrhythmias, so-called breathing maneuvers, and we don't need to edit them here. But anyway, average patient of such age as this patient should not normally have such a great amount of artifacts. So it's not normal. Все это вместе указывает на нестабильную работу сердечного ритма и нарушение регуляции вегетативной нервной системы, в первую очередь сердечного ритма. Мы рассматриваем следующую вкладку, показывающую спектр. На ней мы видим достаточно высокий уровень энергетики, который мы определяем по показателю ТП. Он составляет почти 7000. Соотношение других частей спектра VLF, HF и LF вы видите на представленном слайде. Обращает внимание на себя то, что выбивается из общей картины показатели HF. Вот этот пик, что я сейчас показываю. Also, pay attention to the correlation of all three shares of our spectrum, LF, HF, and VLF waves. What's especially interesting and what stands alone, it is HF zone, HF share, and you may see here is a peak at these particular frequencies. Нормальное распределение спектра выглядит вот таким образом. И пик в области, которую сейчас я показываю на слайде, говорит о перегрузке поясничного отдела позвоночника и нарушение функциональной блокады в этой области. Нормально, this picture should be like a slide, you may see now on the screen. It should go this way, but this peak says us about this order, which is located in the lumbar region, in the lumbar area, and it is connected to the functional blockage in this area of the body. Это говорит о стабильной ситуации, что текущая ситуация наблюдается достаточно долгое время. Теперь посмотрите на следующий этап, это хистограм, и это интересно, что вы видите, что здесь мы не имеем никакого распространения пикса. Это очень стабильный, и это значит, что мы понимаем, что этот пациент у него был в состоянии за очень долгое время. Но в данном случае такое распределение на гистограмме не является оптимальным, потому что для оптимального распределения должны быть пики выше 0,3. Мы в данной ситуации такого не видим. Но это не оптимально, потому что мы должны быть пики выше, чем 0,3 на вертикальной скале, чтобы сказать, что наш гистограмм находится в нормальном уровне. Такие низкие показатели на гистограмме, которые совпадают с ценой адаптации достаточно низкой, указывают на застойные явления в организме. Итак, вы видите, что у нас есть очень низкие жители в хистограмме, и на также на адаптации уровня индикации — вы видите, что у нас есть крайне низкие в результате, около 20%. В таком случае, мы можем говорить, что у нас есть какой-то когетичный в жизни или феномена в животе. Переходим к следующей вкладке индекса. И на индексах мы видим первое, что несмотря на большой уровень ТП около 7000, его текущее функциональное состояние находится в размере 40%. Следующий этап – индексы, и первое, что мы должны отметить здесь – его здоровый уровень. Вы видите, что он довольно низкий, только 40%. И в то же время, вы должны помнить, что мы видим очень высокий ТП, очень высокий уровень. Но, nevertheless, здоровый уровень не очень высокий. И такая ситуация, как у данного пациента, называется синдром застоя крови на фоне определенной конституции Капха-Питта с недостаточностью Вьяновата. Заподозрите застойные явления в организме. Вы можете при тройном совпадании определенных индексов, низким уровнем цены адаптации, скорости биологического старения и низким стресс-индексом. Практически, в то же время, когда вы видите low индексу Nagdesk, низким уровнем Yesh летंθ, низким уровнемwo Cortения и низким стресс-б wide体. В то же время, мы можем вспомнить, что И сейчас я вам демонстрирую распределение по вата-питта-капха и то, что в суб-дошах у этого человека снижена вьяна-вата. Теперь вы можете видеть следующие степи, то есть вестребление между факторами, и особенно в суб-дошах у вата-питта-капха и то, что вьяна-вата очень низкая, она в белом уровне, и очень низкая на экране. И сейчас мы разберем, как застой крови проявляется на меридиональном уровне. В первую очередь за функцию крови отвечают два меридиана, которые в данном случае находятся в избытке. Это меридиан сердца и меридиан селезенки поджелудочной железы. Меридиан сердца отвечает за непосредственное распределение крови по организмам. И также за эмоциональное состояние. Канал селезенки является матерью крови. И в каком состоянии канал селезенки, в таком состоянии наше кровообращение. И он отвечает за формирование синдрома застоя крови, как в данном случае. Канал селезенки. Соответственно, в данном случае вы видите классические проявления застоя крови. В традиционной китайской медицине бывают и другие варианты, но это один из самых часто встречаемых. Так, обычно, любые феномена в теле связаны с селезенки и селезенки и селезенки. Так как мы имеем в виду здесь. Так, в основном, мы можем сказать, что это довольно стандартная ситуация. И сейчас мы перейдем к рекомендации для данного пациента. Главная рекомендация касается снижения веса и нормализации работы позвоночника. Напоминаю вам, что вначале мы увидели по обследованию блок в поясничном отделе позвоночника. Так, в основном, мы можем показать вам, что это делать. Это значит, чтобы увеличить вес и нормализировать местность. Вертебра. 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 Также данному пациенту показаны в первую очередь аэробные нагрузки. Те нагрузки, которые сопровождаются движением. Именно они позволяют нормализовать сердечный ритм, которые полезны для улучшения кровообращения и его ускорения. Также, этот пациент рекомендовал использовать аэробические нагрузки. Это все физические активности, которые связаны с движением. И, конечно, питание мы подбираем по рекомендациям Веда Пульса. В таких ситуациях, когда имеется избыточный вес и на гистограмме мы видим стабильную ситуацию, рекомендации даются до полугода согласно рекомендациям Веда Пульса. И, пожалуйста, не забудьте забыть о диет рекомендации. Это очень важная часть для любого пациента. Я думаю, что вы должны понимать это. И, когда мы видим стабильную ситуацию, стабильную историю, как здесь, по этому пациенту, мы можем дать ему рекомендации с длительностью до 6 месяцев. Потому что это стабильная ситуация, и мы нужны время, чтобы поменять это, чтобы улучшить это. И сейчас вы можете задать вопросы именно по этой карточке. Если у вас есть вопрос, поставьте плюс, его отправьте в чат, потом пишите. Если вопросов нет, поставьте прочерк, и мы перейдем к следующей карточке. И, пожалуйста, вы можете задать вопросы на данный карточке. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, поставьте плюс в чат, и мы будем знать о том, и мы будем ждать, пока вы пишите. Если у вас нет вопросов на данный карточке, то мы можем перейдем к следующей карточке. of the next patient. So, please, type on chat some sign for us if you've got a question. And what about our rest colleagues? Are you with us? Are you here? Okay, thank you, Jeffrey. Thank you. As far as I can see, it seems to be quite clear. We may go to the next step. Вторая карточка. Это девушка 20 лет. Рост 169 см. Вес 55 кг. Мы наблюдаем сниженный индекс массы тела. Данная пациентка страдает астмой и аллергическими проявлениями. The next, our patient will be female. Her age is 20, and her height is around 170 cm, and her weight is 55 kg. You may see that her body mass index is quite low, and she suffers from asthma and allergy. Вы видите на своем экране две записи кардиоинтервала грамма с разницей в один месяц. И на каждой кардиоинтервала грамме вы видите желтые зоны. Они показывают дыхательную аритмию. Эти кардиоинтервала грамма Here you may see two records of this patient, and these records were done with an interval of one month. And that's interesting for us that both recordings have yellow zones. Quite a lot of yellow zones. And these yellow zones say us about breathing or respiratory arrhythmia. Дыхательная аритмия свойственна детям и подросткам. В возрасте уже 20 лет такого не должно происходить. Единичные допускаются, но не на каждой даже записи. Такая ситуация характеризует выраженную вегетативную дисфункцию данного человека. При анализе спектрограммы мы видим... ...что пики очень выражены. И также выражен показатель ТП. Он составляет очень большое значение. 9000. Но напоминаю вам, что в норме должно быть вот так, как я показываю. И мы наблюдаем недостаток центральных влияний и избыточное включение как симпатики, так и парасимпатики. Показатель HF-LF. Показатель HF-LF. ТП-лс. ТП-лс. Зампаника. Показатель HF-LF. Показатель HF-LF. Показатель HF-LF-LF. Показатель HF-LF. Показатель HF-LF... ...вторя на карасимпатики. И таким образом мы видим обратную, инвертированную спектрограмму с преобладанием парасимпатических влияний, которые в данном случае являются неадекватными текущему состоянию человека. И это положение хорошо показывает биополе человека. Несмотря на большое значение total power, мы наблюдаем мощность энергетического поля всего в районе 35%. Также мы у данной пациентки, как у предыдущей пациентки, имеющего мужчины, видим вот эту же триаду. Три индекса находятся в небольшой зоне. Три индекса находятся в определенной пациентке. И в той же ситуации с ветериной айтеки. Все три индекса, которые мы сейчас видим, это нахождение, на Hospital level, при биологической έχении и на Stress level, они все очень высоки для этого пациента. Мы видим символика в предыдущей пациенте, И в данном случае это также является показателем застойных явлений в организме. И превалирование парасимпатики поддерживает в данном случае неоптимальное накопление энергии и застойные явления, которые проявляются астмой и аллергией. That's why we may say about congestion here, and it's interesting that congestion influences also the way of accumulating energy. Now her energy accumulation is not optimal, and this congestion shows as her asthma and allergy. У данной пациентки мы видим немного другое соотношение питты и капхи. И даже вот это небольшое изменение соотношения ДОЖ приводит к абсолютно другой клинической картине. But this patient has a little bit different constitution type. If you remember, our previous patient was a капха type person, and now our current patient has a bit different correlation of doshas. And here is, Peter is leading. And even such not big difference is a reason for us to get another clinic picture for the person. Также застойное явление показывает очень четкий маркер. Это снижение вьяны субдоши. Anyway, вьяна вата is always common for all congestive phenomena. And here it is also very low. На уровне меридианов мы видим снижение энергетики на канале сердца. Этот канал в данном случае тоже не позволяет идти хорошему кровообращению. То есть как избыток, как в предыдущем случае, так и недостаток по каналу сердца может приводить к застойным явлениям. First thing here to pay attention to is a lack of energy on the hot channel, on the hot meridian. And as we had in the previous cut, though there was an excess of energy, here we have a lack of energy. But anyway, disorder on this channel always prevents a proper blood circulation. So, this person also doesn't have a proper blood circulation. И также обращаю ваше внимание на следующую картину, что когда вы видите на меридианах вот такую четкую зону из нескольких меридианов, это говорит о том, что энергия не проходит вот в этот сектор. Это называется блокировка движения энергии. Одна еще интересная момента. Когда вы видите такой хорошо-expressed часть нашей меридианной части, например, здесь мы имеем два части. Одна в зону и другая в зону. И они стоят как меридианцы в группе, в двух группах меридианцах. И основой этого дисбаланса в данном случае является канал сердца, который находится в самом недостаточном состоянии из всех 12 меридианов. And the core, the base of this imbalance, will be exactly the hot meridian that fills the most significant lack of energy here. По большому счету, первый случай и второй с позицией традиционной китайской медицины является одним и тем же синдромом. Но небольшие вот эти нюансы и изменения соотношения ПИТа и КАПХа приводят к разным клиническим случаям. В первом случае нарушается в основном работа позвоночника и сердца. Во втором – астма и аллергия. Generally speaking, these two cards, the first and the second, both are connected to the same syndrome in traditional Chinese medicine terms. But pay attention to details. We had some differences in constitution type КАПХа и ПИТА. And due to it, we have different clinic history of these patients. Because one patient suffers from disorders connected to vertebra and blood circulation and heart. And the second patient suffers from asthma and allergy. So the syndrome is the same, but we have different consequences. И сейчас переходим к рекомендациям для данной пациентки. В основе проблем этой девушки лежит нарушение вегетативной регуляции. И лучше всего нормализует вегетативную регуляцию биологически обратная связь и медитация, которая реализована в нашем приборе. The main thing to understand about this person is her main problem. It is connected to the vegetative imbalance, disorder of vegetative regulation. And the best thing to normalize it is a biofeedback module of us that we have in our device. So that was one of the recommendations for her. И так как мы наблюдаем недостаточность энергии в канале сердца, то самым оптимальным способом воздействия является дзю терапия. И мы выбираем рецепт нормализации функционального состояния при хронической ситуации. И since we saw a lack of energy on the heart meridian, we should recommend this patient to use дзю терапию. It would be a really good treatment for her. And we would recommend her to choose a recipe connected to chronic form of disease. И дзю терапию, и рецепт мы проводим по тем рекомендациям, что есть в ведопульсе. Из присутствующих на нашем занятии, у кого есть модуль рефлексотерапии, поставьте плюс в чат, у кого нет, поставьте минус. И так далее. Я спросу о рефлексологии модуля. Это называется акупункция модуля. И это одна из дополнительных инструментов, и это одна из дополнительных инструментов в ведопульсе. Если вы имеете в виду, то вы можете поставить «как». Спасибо, Суан. Вы можете поставить «плюс». Если вы не имеете в виду, то вы можете поставить «патрися». Спасибо, Дзю терапия. Я очень рад, что вы пользуетесь нашим созданием модулем рефлексотерапии. И обращаю ваше внимание на этот нюанс, что несмотря на высокий показатель ТП, у нас самый центральный меридиан, один из самых главных меридиан сердца. В китайской медицине он называется императором. Я рад, что вы используете нашим продукт. Я имею в виду акупункцию экстенцией. И я хочу напомнить вам, что тяжелый меридиан, что мы здесь обсуждали сегодня, также называемый императором. И это очень важный меридиан в традиционной чинской медицине. То есть получается, вот эта избыточная энергетика, она не обладает функцией. И ядро энергетики испытывает недостаток. Именно поэтому мы используем метод дзю. Эта избыточная энергетика не функциональна, и энергетика не функциональна. Это почему мы рекомендаем дзю метод. Посмотрите на представленный слайд. Бывают ситуации, когда мы четко видим две группы. Эта распределение может быть вертикальным, то есть первая часть и вторая часть. Так же встречаются разделения горизонтальные, когда верхняя часть находится в избытке, а нижняя часть находится в недостатке. Посмотрите свои записи, и наверняка вы увидите такие картины. Это говорит о том, что основное препятствие движения энергии находится вот на границах между избытком и недостатком. Я рекомендую вам рекомендуйте к вашему пациенту, и я уверен, что вы увидите такие случаи, с дистрибующими меридианами в несколько группах. И сейчас мы переходим к третьему случаю. Этот случай представлен одной из участниц нашего заседания. Это записи женщины, 43 лет, с ростом 157 см и весом 60 кг. Она жалуется на кровотечение из половых органов и общую слабость. При анализе спектрограммы мы видим, что ведущее значение приходится на область симпатической нервной системы. Преобладает показатель LF. Анализируя ее спектрограммы, мы можем видеть, что симпатичный нервный систем больше активен здесь, и эта спектрограмма доминает. Также обращает на себя внимание, что переход между VLF и LF находится в очень низкой зоне. Это говорит о недостаточности кровообращения и недостаточном питании головного мозга. Также я думаю, что это очень интересно, что это изменение между ВLF и симпатичным ВLF, это очень низкой уровня. Это свидетельство, что не много кровообращения, не много кровообращения, и это означает, что не много кровообращения головного мозга. На вкладочке «Баланс» мы видим резкое преобладание Питта-Доша, и кроме этого Питта-Доша находится в дисбалансе. И такое преобладание Питта-Доша характерно прежде всего для психоэмоциональных проблем. И мы видим подтверждение этого на предыдущем слайде, характеризующий спектр и состояние трех Дош. И также в этой ситуации мы видим разное значение в первой части меридианов, то есть с первого по шестую. Здесь намного больше энергии, чем во второй части меридианов, седьмого по двенадцатого. И такое распределение указывает на блокировку движения энергии между первой частью меридианов, которые отвечают за Ян, и второй частью меридианов, которые в целом отвечают за Инь. И так далее. И так далее. И так далее. И при анализе соотношений меридианов между собой мы увидели самый большой блок, касающий эмоциональной сферы. Это показывает соотношение энергии в двух меридианах. Меридиана сердца и желчного пузыря. Анализируем меридиан, мы видим основную вещь здесь. Это корреляция между сердечным меридианом и желчным меридианом. И это говорит нам о проблемах в эмоциональном сфере. И вот этот эмоциональный дисбаланс у данной пациентки, он должен выйти на поверхность. Организм не может долго сдерживать такую выраженную дисбалансную питту. А питта в том числе отвечает не только за состояние пищеварения, то есть мы видим усиленный канал желудка. И такой большой имбаланс, что мы видим здесь, это должно быть реализовано. И организм чувствует трудно сдерживать такую имбаланс все время. И, наконец, у нас есть очень высокая питта, и она должна представить себя в какой-то способе. И питта отвечает за несколько состояний в организме. Это наше питание, которое мы видим увеличенный канал желудка. И питта отвечает также за уровень кровообращения. И мы наблюдаем из симптомов выделения из половых путей. То есть, таким образом, организм сбрасывает избыток питты. И также питта связана с нашим сердцем. Таким образом, мы видим, что питта excessive. И поэтому мы видим такие симптомы как обновленно вагональ болезнь. Потому что тело пытается reduzить этот высокий питт в таком случае. Подобный синдром застоя крови может проявляться не только в кровотечениях из половых путей, но, например, в носовых кровотечениях, либо в подъеме артериального давления. Также, иногда мы видим разные симптомы не только обновленно вагональ болезнь, но также это может быть nasal болезнь или какие-то атакты от кровотечения. Таким образом, увеличенная кровотечения также это синдром из кровотечения синдром. И основное в этой ситуации основная причина находится именно в эмоциях этого человека. Скорее всего, эта пациентка подавляет свои эмоции. И в результате этого эмоциональная подавление самим человеком, либо блок они будут в эмоции, варьи. Когда наблюдается эмоциональное подавление самим человеком, либо блок внутри энергетической системы, возникает по каким-то другим причинам, человек очень часто испытывает общую слабость. Это происходит из-за того, что энергия не циркулирует по меридианам. И также подобное ощущение очень часто для подобных случаев. из-за того, имеем правильную энергию бит это большее проявление дисбаланса ваты. OK, we've got one more question. Let me read it out loud. Do people who cut themselves actually suffer from high pita? No, we should say that people who make harm themselves anyway, they are more connected to the water imbalance. And all bleeding that are connected to pita imbalance they are connected more to the natural reasons, more to the blood circulation and it's not a mental sphere. And one more question. OK, and this lady feels irritation and she's a sleeping lion in astrological terms. Just a second. Да, совершенно верно. То есть, вот эти вот термины, что уже говорили для данной пациентки, вы приводите в чат, можно провести такую аналогию, что вот ее раздражительность, она ищет выход. Yes, that's right. And it's like one more way with imbalance to come out. It's like her irritation, she's trying to feel better, to go through her disorder, through this irritation. And переходим к рекомендациям для данной пациентки. В первую очередь необходимо ее успокоение, то есть работать с модулем медитации. And talking about recommendations, first of all, very first recommendation should be to relax. And to get better relaxation, she may work with our meditation module. And as we saw some disorders in the neck area and in the neck the um the forex vertebral area. So we should recommend her to go to some manual therapist. И улучшение кровообращения в области шеи позволит снять часть психоэмоционального напряжения, подпитать головной мозг и тем самым создать более спокойную обстановку и улучшить работу нашей управляющей системы головного мозга. We really need to lower her tension, her disorder at the neck area, because it will allow us to get better blood circulation, better brain blood nutrition, and it will be better for common health of this person and for her emotional state also. И после того, как улучшится кровообращение, необходимо обратиться к специалисту, работающей в области психологии и лечащей ее на эмоциональном и психическом уровне. и только после манипуляции с ее вертебрами, только после терапии, она рекомендует идти к психологическому специалисту и отбросить ее душу. и также можно применить рецепты из области джен терапии. В начале провести первый курс по рецепту из области джен терапии для хронических неврозов, и этот рецепт будет устранять определенный китайский синдром, который вы всегда можете увидеть, когда формируется акупунктурный рецепт. с джен рецепт джен 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 And in a month, she should use another Jane Recibe for chronic neurosteinia to reduce another Chinese syndrome that she also has. Вот такие рекомендации мы предоставляем вашей клиентке. Сейчас я отвечу на ваши вопросы. У кого появились вопросы, пишите их в чат. So, what are recommendations for the client? And now I am ready to answer your questions. As far as I can see here, we have one question. Let me answer it. Система ДХАТУ и 5 элементов и недавно мы, конечно, используем. Но есть самые показательные части. Если мы видим повторение синдрома в трех диагностических вкладках, то на самом деле нам не надо углубляться дальше. Нам не надо, но редко бывает, когда все вкладки говорят об одном и том же. Мы останавливаем свое внимание на том синдроме, который подтверждается в наибольшем количестве вкладок. И об этом синдроме я вам рассказал. Система ДХАТУ и 5 элементов и недавно. И так далее. Но, что важно для нас, что мы должны использовать пару тапс. И, например, если вы видите те же сигналы в три тапса, как я показывал сегодня, то это значит, что мы должны бороться с этим прибираем. Потому что более тапс мы получаем, то более тапс мы получаем. И иногда мы неoduегаем, что старше нам полночить тапс, но только необходимо понять точность пункта для того, чтобы влиять. И сейчас я хочу подвести итоги нашему сегодняшнему вебинару. Мы рассмотрели три случая с похожим синдромом традиционной китайской медицины. So, now I'd like to sum up a little bit. Today we analyzed three cuts of different patients. And all these patients had the same syndrome in traditions of Chinese traditional medicine. В первом случае застой проявился в сердечно-сосудистой системе и поясничном отделе позвоночника. And it is exactly congestion syndrome. In the first case, this congestion was estimated through the cardiovascular system and exactly was shown in the area of the lumbar. Во втором случае у молодой девушки синдром застоя проявился в виде аллергических проявлений и астмы. И в третьем случае синдром блокировки энергии и застоя проявился в психоэмоциональных проблемах и кровотечениях. И в каждом случае ведущим лечебным средством может выступить медитация. Но в зависимости от конкретных симптомов мы добавляем разные способы воздействия на точку и на человека. Я благодарю вас за участие в нашем вебинаре, за ваши интересные вопросы. И надеюсь, что в дальнейшем вы будете присылать нам свои интересные случаи. И мы будем совместно, как сегодня, разбирать их на вебинарах. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас за внимание и желаю в дальнейшем, чтобы вы продвигались в области традиционной китайской медицины и аюрведы вместе с нашим любимым ведопульсом. Всего доброго. До свидания. Благодарю вас за счастье в участии и практике традиционной китайской медицины и аюрведы вместе с нашим ведопульсом. Спасибо большое. До свидания. Спасибо.